Здравствуйте! Наше задание – решить систему уравнений способом подстановки. Вот эта система. у равен и 10х плюс 2у равно минус 2. Хочу сказать, что нам повезло. В первом уравнении у уже выражен через х. Верхнее выражение говорит о том, что у должен быть равен . А значит, во втором уравнении каждый раз, когда мы видим у, мы можем, согласно первому условию, в котором говорится, что у должен быть равен . Вместо у записать . Именно об этом и говорит нам первое уравнение. у равен вот этому выражению. А значит, каждый раз, когда мы видим у во втором уравнении, мы можем вместо него подставить . Давайте так и сделаем. Итак, 10х плюс 2. Вместо у подставляем . Именно это и записано в первом уравнении. Значит, 2 умножить на минус 5х плюс 8, и это равно минус 2. Теперь у нас одно уравнение с одной переменной, и мы можем найти х. Итак, 10х плюс… мы можем раскрыть скобки, т.е. умножить 2 на оба слагаемых. 2 умножить на минус 5х – это минус 10х, а 2 умножить на 8 – это 16, значит, плюс 16. И это равно минус 2. В левой части 10х и минус 10х сокращаются, так как 10х и минус 10х равно 0, значит, вот это сокращается, и остается только 16 равно минус 2. А это невозможно. 16 абсолютно точно не равно минус 2. Эта система уравнений несовместная, она не имеет решения, и это все потому, что прямые двух уравнений не пересекаются. Мы можем увидеть это, построив графики. Если в процессе решения системы у вас получается, что одно число равно другому, а на самом деле они не равны, то такая система уравнений несовместная, и она не имеет решения. Прямые уравнения такой системы не пересекаются. Давайте построим график этой системы. Первое уравнение уже записано в виде у равно mx плюс b. Это моя ось х, а это ось у. И мы рисуем график уравнения у равен минус 5х плюс 8. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И у прямой должен быть очень крутой наклон. Каждый раз, когда мы перемещаемся на одно деление вправо, мы перемещаемся на 5 делений вниз. Вот как-то так выглядит график первого уравнения. Переходим ко второму уравнению. Сначала мы преобразуем его в уравнение вида у равно mx плюс b. Перепишем 10х плюс 2у равно минус 2. Отнимем 10х от обеих частей уравнения. В результате мы получим 2у равно минус 10х минус 2. Теперь разделим обе части на 2 и получим у равен минус 5х минус 1. Значит, ордината точки пересечения с осью у равна минус 1. Вот эта точка. И у этой прямой такой же угловой коэффициент, как и у предыдущей. Значит, график второго уравнения будет выглядеть как-то так. Он находится чуть ниже графика первого уравнения. Таким образом, у нас получились две параллельные прямые, и у них один и тот же угловой коэффициент. Значит, эта система уравнений несовместная, то есть система не имеет решений. Графики уравнений не пересекаются. И если вы решаете систему алгебраическим способом, то признаком того, что система несовместная, является равенство, похожее на это. Такая система уравнений называется несовместной. 16 никак не может быть равно минус 2. Прямые не пересекаются. Не существует таких значений х и у, которые бы удовлетворяли обоим уравнениям системы. На этом все. До скорых встреч!